Друзья, приветствую вас! Сегодня мы с вами поговорим про фазы детоксикации или стадии очищения. Существуют различные методы очищения, многие из них имеют место быть, они очень хорошие. Я вам расскажу, как в аюрведе воспринимается очищение и какие стадии в этом очищении важны, на что нужно обратить внимание. И это видео также вам поможет улучшить ваши методы очищения, научить вас правильно очищаться и присоединиться к методу аюрведы, если вы планируете почистить правильно, без побочных эффектов, свой организм. Итак, ежедневное ненакопление токсинов помогает нашему организму существовать в здоровом виде достаточно долго. И для того, чтобы тело само очищалось от токсинов, а вы часто слышите, что мы сами можем поддержать свое здоровье или тело способно само очищаться, это все правильно. Но на самом деле, если не работают несколько систем очищения, то, к сожалению, никакого очищения не будет происходить. Итак, в систему детоксикации организма входят в первую очередь легкие. Они выводят углекислый газ. Мы очень часто также слышим о том, что человек, мужчина дышит неправильно или женщина дышит неправильно. И когда ко мне приходят люди на прием, я действительно часто выясняю, что человек дышит совершенно неправильно. Поэтому в аюрведе рекомендуется правильное дыхательное упражнение и в йоге также для того, чтобы выводилось достаточное количество углекислого газа, ну и, соответственно, достаточное количество токсинов через воздух, и организм был в хорошем состоянии. Следующий орган, который отвечает за выведение токсинов – это кожа. Она в первую очередь выводит молочную кислоту. Ну и с точки зрения аюрведы нам очень важно уметь потеть, потому что, когда мы потеем, мы выводим из организма другие токсины, в первую очередь связанные с жаром. В аюрведе все делится на вата, пьеты капхина, различные составляющие и энергии. И вот этот жар, который может в организме накапливаться чрезмерно, он будет выводиться через пот. Печень – это следующий орган, который отвечает действительно за обеззараживание организмов. Он, печень влияет на обеззараживание различных ферментов, которые накапливаются в организме. И также в органы очищения входят почки и кишечник. Они выводят различные токсины и обезвреживают токсины через мочу и кал. С точки зрения аюрведы очень важно, чтобы у человека был стул регулярно хотя бы один раз в день. И если у вас нету такого, то организм очень сложно почистить. Поэтому в данном случае мы будем сначала восстанавливать человеку работу кишечника, чтобы она была регулярной, и только после этого начинать очищение. Если стула нет регулярно, значит организм не очищается. Полный детокс, позволяющий полностью очистить организм, длится обычно в аюрведе не менее 7 дней. Поэтому всегда, когда люди едут на панч-карму, они едут на 7 дней, на 14 дней, на 21 день, на 28 дней. То есть панч-карма подразумевает под собой полное очищение организма, которое можно сделать в медицких клиниках, ну и в клиниках по всему миру. Я провожу очень легкую часть очищения. То есть то, что можно из этих практик панч-кармы сделать в домашних условиях, вот у меня такая онлайн панч-карма, она основана именно на этих методах. То есть то, какие очищения можно сделать в домашних условиях без вреда для себя. При отсутствии противопоказаний можно, конечно же, увеличить в рационе долю продуктов, которые являются естественными абсорбентами. Абсорбенты, в принципе, всегда используются в панч-карме для того, чтобы почистить организм. И самое простое, что вы всегда можете сделать в домашних условиях, это просто, если вы понимаете, что организм зашлакован, почищен, и у вас нет возможности поехать или провести себе панч-карму, вы можете просто увеличить количество абсорбентов, и, соответственно, они будут помогать вам действительно чистить организм. Первые абсорбенты – это овсянка, гречка, кукуруза, пшено, отруби. Обычно, когда я провожу различные тренинги или рекомендую почиститься, то монодиета – это один из видов очищения. И во время монодиеты, с точки зрения аюрведы, допустим, мы можем готовить какое-то или одно блюдо, или пару блюд, и вы как раз можете использовать эти натуральные сарбенты в пищу для того, чтобы чистить организм или действительно чистить его регулярно. То есть мы же часто, к примеру, в России едим или отруби, или кукурузу, или пшено, или гречку. Иногда можно провести какие-то дни на этих продуктах. Это будет всегда поддерживать свой организм в хорошем состоянии. Также в сарбенты можно добавлять кисломолочные продукты, которые способствуют всегда нормализации работы кишечника. Свежие фрукты, овощи, при отсутствии, конечно же, в них высокого содержания нитратов. То есть очень важно понимать, что многие продукты, которые мы едим, даже самые полезные, зеленые, свежие, иногда содержат большое количество нитратов, и поэтому в идеале, конечно же, продукты, которые вы выращиваете сами. Но это в данный момент не всегда возможно. И именно из-за этого часто в организме накапливаются различные продукты, которые не усваиваются или не распадаются. И как раз это то, что в аюрведе называется ама. Ама – это непереваренный, невыведенный из организма продукт, который блокирует наши каналы, каналы нашего тела. Также для того, чтобы воспользоваться самыми простыми натуральными сарбентами, можно использовать специи. Специи тоже нейтрализуют многие воспаления и помогают выводить токсины. Еще одной профилактической мерой является регулярная физическая активность. Это тоже та техника, которую мы можем очень легко добавить в свою жизнь, в свою практику, то есть хотя бы несколько раз в неделю или хотя бы раз в день заниматься физической активностью. В аюрведе рекомендуется именно заниматься физической активностью согласно своей конституции. Ну, к примеру, для людей ватой лучше всего подходят упражнения из йоги, при которых человек больше гнется, убирает блоки в мышцах, убирает зажимы. Для людей питой лучше всего такая регулярная физическая нагрузка, когда вы потеете. Для людей капхи тоже очень хорошо потеет. То есть разные виды активности для разных конституций. Ну, конечно же, подвижный образ жизни, прогулки на свежем воздухе. Это все помогает очищать организм именно натуральными методами. Прогулки на свежем воздухе, допустим, особенно если вы прогуливаетесь где-то в парке, если там тихо, то вы меняете шум на тишину. И это также успокаивает работу нервной системы. Для того, чтобы дальше продолжать такое натуральное очищение, необходимо соблюдать режим отдыха и труда. То есть не нужно работать 24 часа в сутки. И самое важное из всей такой вот практики, не связанной с едой, это обеспечить себе полноценный сон. Потому что если у вас нет полноценного сна, то энергия не будет восстанавливаться. Главное, во время любого очищения и во время панч-кармы, или если вы проходите какие-то марафоны по очищению, отказ от вредных привычек, то есть переедание, то, что не способствует работе ЖКТ, употребление алкоголя, курение и так далее. Ну и всегда, когда я провожу панч-карму, я рекомендую отказаться от этих продуктов. Итак, естественная детоксикация организма включает в себя обычно три фазы. Первая – это сбор и инактивация. Инактивация своего рода такое обезвреживание с помощью аюрведических средств тех продуктов, которые у нас накопились. Обычно в аюрведе используют ги, это топленое масло. Обычно топленое масло всегда варится с травами. И различных масел, ну, по подобию, допустим, масла черного тмина, льняное масло и другие масла, которые помогают действительно очистить наш организм. Все масла, если они употребляются, они употребляются утром натощак, только в теплом виде и всегда запиваются водой. От одной чайной ложки и дальше. Если в маслах приготовлены травы, то они проникают через слизистую ЖКТ, усваиваясь в организме, получается, что они за счет трав собирают токсины со всего организма. То есть на этом этапе такие молекулы всех токсичных веществ становятся более растворимыми, что подготавливает их к следующей фазе, которая будет связана с выведением. Что же еще происходит на этой фазе, на первой? Превращение токсинов в безвредные продукты, которые потом будут выведены из организма, также способствует этому превращению именно питание с различными сорбентами. И про сорбенты я вам уже сказал чуть выше. В результате химических изменений опасные вещества не просто перестают быть токсичными, но и становятся еще более растворимыми. То есть мы пьем масла, правильно питаемся, соблюдаем дыхательные практики, соблюдаем режим дня, физические упражнения, и токсины, они в принципе не задерживаются в организме. Это помогает, ну то есть все эти процессы, они только вместе помогают в выведении токсинов, или то, что в аюрведе называется ама, то есть та непереработанная, не усвоенная, не перевариваемая ткань или материалы, которые блокируют наши ткани. И также на вот этой первой стадии мы пьем масла не только внутрь, мы еще делаем самомассаж, пропаривание снаружи. То есть мы масла запускаем через лимфосистему, то есть масла, попадая в лимфу, через нее распространяются в этих маслах сваренной травы, это дает очень хороший глубокий эффект собирания токсинов со всего организма в область желудочно-кишечного тракта. Следующая стадия – это выведение, то есть все обезвреженные токсины, все продукты переработки вредных веществ выводятся вместе с остальными продуктами жизнедеятельности. То есть если мы налаживаем работу, стул у нас регулярно, моча регулярно, мы потеем регулярно, то через все эти три направления у нас будут выходить продукты жизнедеятельности нашего организма. Ну и, соответственно, это в аюрведе делается с помощью процедур. Есть рвотные специальные процедуры, оно делается только в особых случаях, когда есть болезни, ну, к примеру, такие, как астма. Есть веречина – это в основном слабительные процедуры, которые вызваны специальными слабительными травами. Есть басти или поэтапное очищение кишечника. И есть насия – это закапывание различных, опять-таки, трав или отваров в нос для того, чтобы сбалансировать доши нашего организма. В конце этого следует обычно ракто-мокшина или очищение через кровь, ну, к примеру, пьявки или кровопускание. Все эти методы используются на протяжении нескольких тысяч лет, они очень комплексные, то есть некоторые из них очень простые, ну, к примеру, если вы владеете знанием, как ставить пьявки, вы можете без труда себе поставить пьявки, некоторые более сложные. Ну, и третье – это восстановление после панчекармы. Это последний, заключительный этап. Итак, представьте, что мы все ткани просто почистили, мы убрали из них токсины различные, неперевариваемые продукты, да, все это вывелось с помощью предыдущих процедур. Теперь нам нужно эти же ткани правильно пропитать для того, чтобы у них сформировалась правильная микрофлора, к примеру, в кишечнике, и чтобы системы начали работать в более здоровом, правильном ритме. И этот процесс называется рассайна. Рассайна – это то, что омолаживает или восстанавливает ткани. Мы питаем ткани новыми веществами, мы закрепляем результат, и мы улучшаем структуру ткани за счет омолодительных процессов, омолодительных яблок, я хотел сказать. Однако важно помнить, что некоторые продукты питания, в особенности специи, лекарственные препараты, лекарственные сборы, травяные сборы, различные нутрицептики, витамины, минералы, способны влиять на работу ферментов детоксикации. То есть мы с помощью трав, и в панчекарме всегда используются травы, во время первой стадии, то есть помимо масел, правильного питания, образа жизни мы еще используем травы, чтобы повлиять на выработку ферментов, кислот, энзимов необходимых для того, чтобы еще глубже почистить организм. То есть, видите, можно чистить на разных уровнях, можно просто с помощью образа жизни трав питания, можно пойти чуть глубже, добавить очистительные процедуры, а можно еще ввести большое количество трав для того, чтобы действительно почистить организм еще глубже. То есть употребляя привычный набор продуктов, можно, не зная и не желая того, затормозить или нарушить какие-то процессы. Или когда вы используете слишком много специй, можно наоборот нарушить. И часто бывает, что люди пьют куркуму для очищения, но на самом деле вырастают кисты в поджелудочные, или камни в поджелудочные получаются и так далее. То есть, поэтому очень важно, когда вы чистите организм, во-первых, определить вашу конституцию ДОШу и правильно подобрать к этой конституции очистительную программу. Тогда все будет работать прекрасно и не будет никаких побочных эффектов. А главное, будет очень хороший результат. Если активировать ферменты на разных стадиях организма, то очень важно, помимо первой стадии, когда мы собираем все токсины, также правильно их выводить. И для этого как раз существуют тоже процедуры. Причем их всего 5 очистительных процедур, но каждая из них, если мы говорим про панч-карму, она совершенно разная. Есть более глубокие, есть менее глубокие и так далее. Ну и обычно в онлайн панч-карме, который я провожу, я делаю не такую глубокую, но главное, чтобы не было никаких эффектов, которые нас не порадуют. Поэтому аюрведа всегда рекомендует. Первое – это проводить просто такие собственные небольшие очищения, разгрузочные дни, можно голодание там по икадышам. И, конечно же, периодически проводить методы из панч-кармы, в которую, кстати, включены пьявки, в том числе, о которых я вам рассказывал, для того, чтобы чистить свой организм дома. Если вы хотите побольше узнать об очистительных программах, а то, какие программы я провожу, пишите, пожалуйста, под этим видео, ставьте, конечно же, лайк, и рекомендуйте меня своим друзьям, потому что они также могут поправить свое здоровье. Удачи вам и во благо! Субтитры создавал DimaTorzok